Здравствуйте, возлюбленные! Сегодня вы смотрите, как всегда, любимый прекрасный телеканал «Импакт». И сегодня мы, пастория Виктор Музычук, моя возлюбленная жена, на программе «Влияние». Здравствуйте! Здравствуй, возлюбленные! Мир Божий вам! Мы сегодня так рады быть вместе с вами, нести Божий мир, радость и благословение ваших домов и вашей жизни. Возлюбленные, это всегда привилегия для нас, что мы самые обыкновенные люди, как и все, но имеем от Бога привилегию служить Ему и не только служить Ему, еще свой опыт, свои знания передавать другим людям. И я знаю, что это просто Божье благословение. И мы верим, возлюбленные, что благодаря поддержке вашей молитвы, благодаря поддержке Божьей и благодаря поддержке Церкви, мы сегодня можем вместе все служить Господу. Наша тема сегодня, мы будем говорить о ценности семьи, священнической семьи, но, конечно, больше всего о ценности материнства, как мамы имеют право от Господа, и не только право, даже власть, влиять на семьи, на детей, на все окружение. И у меня в сердце горит такое интересное слово. Псалом 118, это с 9 по 11 стихи. «Как юноше, или как ребенку, или как каждому из нас, содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою». Мысль моя вот какова. Для того, чтобы Слово Божье строило нас, вначале нужно разрешить Слову Божьему войти в нас. То есть, если мы храним Божье Слово, только тогда Божье Слово может хранить нас. И это весьма-весьма важно. Поэтому, возлюбленные, как вы знаете, что я и моя жена, мы вместе служим Богу. И не только мы, и наша семья. Но для того, чтобы поднять в наше время священническую семью, весьма-весьма важно, чтобы мы жили по Слову. Потому что, может, не в каждом доме есть папа, мама. Может, не в каждом доме есть разный уровень. Но я верю, что если в каждом доме будет Слово, то благодаря этому Слову мы можем начать жить и формировать наши семьи. Аминь. Это правда. Действительно, я очень рада, что мы сегодня можем быть вместе. Потому что, когда мужчина и женщина, они служат Богу в семье вместе, это приносит определенный баланс и гармонию. Потому что женщина всегда отражает ценности, направления и предназначения женщины в семье. А мужчина как бы образ и подобие Господа. Также у него есть свои определения. Но мы также образ и подобие Господа. Я имею в виду, что у каждого из нас есть своя роль. И я верю, что эти роли, они настолько тесно пересекаются, что только благодаря тому, когда мы вместе можем каждый делать свою часть, тогда мы можем исполнить полноту Божьего призвания для наших семей. И знаешь, я заметила, что вот многие люди, они не имеют откровения о священнической семье. И даже не понимают, что такое священническая семья. Я вот думаю, если бы мы могли немножко поговорить об этом сегодня. Вот как в твоем понимании, основано на слове Божьем, что такое священническая семья? Ну, а можно, скажем, идти далеко в Старый Завет, можно идти в Новый Завет, но священническая семья, она основана на простом слове. Я и дом, и мы будем служить Господу. Когда в семье есть одна цель, что все, всем своим домом идут в небеса. И превыше всего в доме ценность сам Иисус Христос. Не просто я хожу в церковь, а я в ту хожу, а я в ту. Можно хоть в какую церковь ходить, но дело в том, что по-настоящему любим ли мы Господа. Поэтому священническая семья, она была у Авраама, где Авраам и Сара вместе служили Богу, заповедовали своему роду, что хранить правду Иисусу. Заповедь, это как сегодня завещают, говорят, пишут завещание. И мы видим, вот всегда Бог использовал семью. Мы видим, что то же самое Бог, ну скажем, перевел и в Новый Завет. К примеру, когда апостол Павел проповедовал стражу, то Библия говорит, что он пришел ночью, всех поднял, все уверовали ночью и крестились в ту же самую ночь. То есть было нормальное понимание, что семья идет в одном направлении. И направление было Иисус Христос. В наше время люди думают, что нужно дать каждому свободу. То есть свободу ребенку подрастет, пусть сделает свой выбор. Но обычно что? Благодаря, ну в кавычках, благодаря похоти, различным неправильным средствам информации, ребенок делает неправильный выбор. И иногда мы думаем, что если мы привязали ребенка к церкви, то значит все надежно, теперь он спасен и все хорошо. Нет, а священническая семья – это когда каждый ребенок в семье, прежде всего, имеет личные и глубокие отношения с Иисусом Христом. И второе, когда они вместе все несут служение в церкви. Это мне кажется просто. Это, как бы, другими словами, это совершенный план Бога. И кто-то, благодаря тому, что, к примеру, это уже не первый род, который служит Богу, люди вошли в полноту и наследство этого. Кому-то это нужно достигать. И поэтому очень часто, когда люди не видят полноты этого плана, осуществившегося в своей жизни, они расстраиваются. Говорят, например, мой муж не служит Богу, или у меня вообще нет мужа, или мои дети еще не служат Богу, значит, мы не священническая семья. Но я верю, что предназначение и цель, чтобы каждая семья стала священнической, она принадлежит абсолютно каждому. Потому что Библия говорит, что Бог жил в Старом Завете, а мы знаем, что Старый Завет, это был прообраз всего того, что произойдет в Иисусе Христе и через благодать в Новом Завете. Правильно я говорю? Точно так же мы знаем, что Бог говорил в Старом Завете, Он говорил, моя цель о вас, Он говорил Израилю, чтобы вы были родом священников. Я вот задумалась над этим и думаю, ведь были левиты, были священники, были другие люди. То есть, каждое колено имело свое предназначение. Но когда народ уже вышел из Египта, Бог дал ему как бы обновленное видение. Он говорит, я хочу, когда вы войдете в землю обетования, чтобы вы не просто имели, ну, каждый свое только обязанное, чтобы вы были народом священников. То есть, значит, каждый священник, его семья, она также принадлежала частью его служения. Она питалась от священодействия, она имела удел этот. И то есть, каждый священник, он должен был наблюдать со своим домом. А в Новом Завете, как говорит апостол Петр, он говорит, вы род избранный. Царственное священство, люди, взятые в удел. То есть, этим он как бы вселял в сердца новых христиан, нового поколения. То есть, те, которые поднимались уже в благодати, через спасение в Иисусе Христе, чтобы, что они мечтали о чем? Что мы род избранный. И что Бог призывает нас, чтобы мы были этими людьми. И я заметила, что для некоторых людей, вот в чем есть такая особенность, благословение, когда люди рождаются в христианской семье. И их семья, их отец и мать, они имели это откровение. То есть, поднимать свой род для Иисуса Христа. Вот я для себя так написала. «Священнической семье дано видение от Бога поднять священнический род, поколение, служащее Богу». То есть, это очень важно понимать. То есть, на самом деле, все они должны стать пастырями только, евангелистами. То есть, это род, который отделен от мира и служит Богу. И это каждому возможно. И когда мы воспитывались уже не первый, как бы, род и поколение, тогда намного легче в это войти, потому что ты намного меньше сражаешься с разными вещами, потому что были... Это часть благословения человека праведного, рода праведного, когда они живут в святости, когда они научают своих детей, когда в их роду нет проклятий. Почему? Потому что там были богобоязненные люди, которые не творили нечестие или какие-то неправильные вещи. И дети, они родились, можно сказать, в этом благословении. Но когда, я заметила, человек приходит к Богу, и он первый в своем поколении, очень часто он пролаживает вот этот путь, очищает дорогу для своего следующего поколения от многих проблем. И поэтому он иногда не видит той полноте, ну, как бы, осуществления этого призвания. Ему кажется, ну, а где у меня священнический род? То есть, мужа нет, там, запил, умер, дети не служат Богу, потому что видели плохой пример. И нам кажется, у меня нет священнической семьи, потому что они не видят, что они первое поколение, которое расчищает дорогу для следующих поколений служить Богу. А когда мы люди верующие, мы призваны, чтобы воспитывать детей в страхе Господнем, в заповедях Божьих. Поэтому Слово Божье говорит, вставай, ложай с пути, где бы ты ни был, наставляй своего ребенка. Потому что, чтобы ребенок возрос в познании заповедей Божьих и поступал так, для него нужно постоянное, постоянное напоминание, постоянный пример, постоянное воздействие на его разум, на его дух Слова Божьего. Поэтому, как бы, я верю, что это действительно откровение, которое Бог как никогда раньше желает обновить в теле Христа. Что мы призваны иметь священнические семьи. И священнической семье, у них есть задача, поднять священнический род, который служил Богу. И это не только для пасторов, это для каждого члена церкви. Аминь. Дело в том, что, мне кажется, иногда мы неправильно понимаем суть христианства. Я снова и снова возвращаюсь к мысли, как в наше время понимают. Главное, чтобы мои дети ходили в церковь, думая, что уже это произойдет как-то автоматически, что если они ходят в церковь, это присоединит их к Богу. Да, церковь 100% содействует присоединению к Богу. Ну, а что если условия иные? Я верю, что если мы изменим мышление и поймем, что вначале дети должны соединиться с Богом, а потом с церковью, это полностью изменит всю суть христианства в лучшую сторону. И хороший пример этому Иосифу. Вот он был один. У него не было ни церкви, ни семьи, никого. Но он внутренне принял как раз вот это решение, откровение, что они род, принадлежащий Богу. И вот представь, он годами не в церкви. Кстати, вот такой интересный момент. Откуда эта мысль? Она была в его сердце. А от Авраама? Посеяна его предками, посеяна его родителями, которые воспитывали его. Что делал Авраам? Две вещи. Куда бы Авраам не приходил, первое, что он строил жертвенник. Аминь. И второе, что он всегда поклонялся Богу. И люди видели, что отношения с Богом превыше всего. И он что, передавал это своему роду? Он говорил, главное, мы отделенный род. Мы принадлежим Богу. И мы все идем в небеса. То есть вот эта мысль, она была центральной. И она должна была оставаться центральной. И вот Иосиф женится. На ком? Он женится не на еврейке. Он женится на язычнице. На дочери жреца. Да, хотя здесь такой момент. Кто-то может сказать, вот видишь, это нормально, когда мы женимся на человеке, который из мира. Но у него выбора не было. Да, ему фараон дал эту жену. Фараон пришел и сказал, вот твоя жена. Но что он сделал? Он не сказал, ну ладно, теперь мы будем наполовину язычники, наполовину евреи. Он обратил свою жену и научил, что раз ты вышла за меня замуж, ты тоже теперь священнический род. Как? Это по духу. Человек должен внутрь сердца принять. Потом родились у него дети, два сына, Ефрем и Монасия. Они ни разу в церкви не были. Ни разу ни на евангелизации не были. Ни на служении. Поймите, возлюбленное, я не унижаю сейчас церковь и ценность церкви. Ведь мы сами пасторы. Но я хочу показать, что если мы начнем учить прежде всего, что мы род избранный, царственное священство, мы принадлежим Богу и первое, что нужно, сердцем своим, всем сердцем искать Бога, вот тогда и церковь сыграет огромную роль. И что произошло? Его дети, которые родились от язычницы, Ефрем и Монасия, они стали родоначальниками еврейского поколения. Почему они приняли мы принадлежим Богу? Можно сказать, какой Бог? Мы в Египте. Мы цари и священники Египта. Да, и постоянно мир влиял на них. Так они были на вершине мира. Они были примером, но Иосиф сумел вложить это откровение, что мы принадлежим Богу и нужно искать Божьего лица. Нужно искать Божье руководство. Видишь, потому что это откровение, оно было вложено в него. То есть он не просто одержал веру своих предков, он имел откровение. Убеждение. Это не было убеждение. Да, ему это было вложено, ему это объяснили, он понимал важность и привилегию этого. Я немножко рассказывала, не помню, в каком свидетельстве, но помню, мы были на телевидении, рассказывала, что как в моей жизни, когда я пришла к Богу, я благодарю Бога, что в то время я уже пришла к Богу здесь, в Америке, и в это время был служителем молодежного служения пастырь Алекс Колынюк. Я знаю, что он сейчас является служителем, но в то время он был помоложе. И я вот помню, когда я пришла к Богу, я очень часто ходила к нему, чтобы получить какое-то наставничество, потому что когда ты пробуждаешься для Бога, тебе есть желание, ну вот почему себя нужно хранить, почему нужно жить святой жизнью, почему нужно читать Слово Божие. Когда ты видишь вокруг, другие люди просто приходят в церковь, и они практически этого не делают. И я помню, что он рассказывал и учил меня, что когда ты отделяешь себя от мира, какие у тебя потом есть привилегии, какие благословения ты унаследуешь. И когда приходили искушения, и вокруг меня люди делали то, что другие люди делали, то есть грешили, выбирали неправильных друзей, и мне говорили, святоша, обзывали меня святошей, что я не делала то, что делали другие, потому что у меня было вложено, что я буду иметь, соблюдая Божьи заповеди. И я вот увидела, вот это есть часть предназначения каждой семьи, когда мы не просто говорим, нельзя, не надо, не ходи, не делай, не ступай, но мы объясняем, как Бог тебя вознаградит за то, что ты боишься Его, как Бог благословит твой род, твое семя, твою воду, твой вход, твой выход, тогда ребенка есть стимул и сила изнутри, как побеждать. И я думаю, что вот это то, что произошло в жизни Иосифа. Когда он до того времени, как он был продан в рабство, отец проводил с ним время, они не только пахали, вкалывали, они имели время, когда они поклонялись Богу, когда он рассказывал им Слово Божие. И это сформировало его мышление. И даже когда он оказался совершенно один, вокруг был мир, влияние, давление, он все равно остался верен. Но дело в том, что эти родители, предки, дедушка, прадедушка, они все имели энкаунтер с Богом личный. То есть они могли рассказать свое свидетельство, переживание Бога. Авраам рассказал свое переживание, как Бог говорил к нему, как Бог вывел его, как Бог дал ему сверхъестественное рождение ребенка. Исаак рассказывал, как Бог спас ему жизнь, как сверхъестественно он остался жив, когда вместо него другой животный, тот баран, который запутался в роще рогами, был принесен в жертву. Иаков рассказывал свое переживание, как он боролся за свою жизнь, он не хотел умирать, и ангел явился ему. То есть они переживали Бога снова и снова, они передавали не церковь, они не передавали религию, они передавали откровения Бога. И поэтому Иосиф также, что он имел встречу с Богом, когда Бог давал ему сны, давал ему откровения. И вот это то, что мы должны передавать детям, не убеждение ума, не то, что я понимаю вот так, другие понимают вот так, значит, вот так, как я понимаю, так правильно, как другие понимают неправильно. Это не помогает никому. Детям нужно передать наш личный энкаунтер, нашу живую. Что такое энкаунтер? Это живая встреча с Богом. Когда человек пережил встречу с Богом, вот недавно у нас один латино-говорящий вот человек, ну, так его и зовут, вот Сэм, он говорит, я всю жизнь был в церкви, в различных американских церквях, больше 20 лет верующий. Он приехал к нам на энкаунтер, он говорит, я пережил Бога, он меня сверхъестественно освободил от курения, всю жизнь курил, курил наркотики, что он не знал, скажем, христианство знал. Он знал христианство, он даже помогал по местной церкви, служил, был задействован, но говорит, я не знал сверхъестественного переживания Бога, поэтому, что он не мог это передать своим детям. А когда человек пережил Бога, он начинает Бога передавать, Бога, то есть его встречу с Богом, и вот это есть основа веры, основа священнического рода, вот это есть настоящая вера. Да, Библия говорит, что буква убивает, а дух животворит. То есть буква, что это, когда человек не имеет откровения, это даже могут быть те же заповеди, но которых ты не имеешь откровения, они как буква, поэтому они для тебя правила, которые тебя гнетят и убивают, и только дух животворит. А что такое дух? Это дух наш оживает, и он дает нам стимул жизни только тогда, когда прикасается Бог. И это есть сверхъестественное переживание Бога. Ведь у меня точно такая же история. Я выросла в христианской семье, у меня бабушка, то есть мои и прародители, которые покаялись, когда пришло пробуждение на Украину, они были посвященными служителями. Я знала о Боге, внутри меня был страх грешить, я не хотела идти в ад, но все равно влек меня грех. Почему? То есть он влек, хотя я ему противостояла, но он все равно меня постоянно влек. Почему? Потому что не была рождена свыше. И когда Бог меня родил свыше, только тогда вот это пришло, ты читаешь Библию, ты понимаешь. То есть ты не видишь это как ограничение, ты видишь это как благословение, это как дверь к благословению. Поэтому это действительно правда. Ты не можешь дать то, чего у тебя нет. Если человек не переживает Бога, он может только дать букву, а буква не дает надежды, что она будет давать жизнь, только Дух дает жизнь. Вот поэтому когда мы делаем церковь, воскресное служение, когда мы делаем конференции, все что мы делаем, мы создаем атмосферу, шанс, возможность человеку пережить Бога. А если человек говорит, была классная конференция, он Бога не пережил. Что же классного на самом деле? То есть это все равно, что я говорю, классная работа, правда, мне никто не платит. То есть если у тебя классная работа, где же доход твой? Если у тебя классная церковь, где же спасенные люди? Где же сверхъестественное переживание Бога? Если это была классная конференция, покажи, как Бог сверхъестественно прикоснулся к людям. А если это классно только для нашей плоти, только классно для ума, но Бога там нет, то мы делаем все напрасно. Мы трудимся напрасно, жертвуем напрасно, мы ходим в церковь напрасно. Поэтому переживание Бога это цель, это центр, это смысл, это ради чего мы все делаем? Ради Иисуса Христа, чтобы человек мог встретиться с Ним. И когда он встречается с Ним, он этот опыт не забудет. Он передаст это своим детям, он скажет своему сыну, он скажет своему внуку, он скажет, слушай, я пережил Бога, я знаю, что такое прощение грехов, я знаю, что такое рождение свыше, я знаю, что такое наполнение Святым Духом. Почему? Он все это пережил. Поэтому, естественно, и мы делаем конференции, и говорим много об этом, мы делаем служение, но главная цель всего этого Иисус Христос. Да, потому что прикосновение Бога, это не просто вот ты пережил и остался таким же. Прикосновение Бога всегда меняет тебя. Вот, к примеру, как я знаю, что я пережила Бога на служении? Если я слушала Слово, я ушла, я не просто говорю, хорошая была проповедь, но я чувствую, внутри меня поменялось. Вот я шла в одном направлении, я теперь иду в другое направление. То есть, если я шла на пути к разрушению, я повернула свой взгляд и внутри меня пришло решение жить по-другому. И может быть, я не пережила какого-то физического ощущения, но в разуме произошла перемена. Или бывает, человек вышел на молитву и кажется, вот он физически ничего такого не пережил, но он ушел и бремя спало. Вот он ушел, может быть, он не сильно не плакал или он что-то такого физически не ощущал, но он ушел с переменой в своем сердце. Это и есть прикосновение Бога. Потому что Бог наш, Он творец, и когда Он прикасается к нам, Он всегда творит все новое. И если там что-то было разрушено, Он творит, созидает, чтобы это восстановилось. Если это больное, Он прикасается и исцеляет. И поэтому так важно, вот такой момент, вот ты вначале говорил, как бы церковь, она как бы не играет вот этой самой большой первостепенной роли. Хотя я скажу, что я заметила, что когда мы детей все равно приводим в церковь, вот буквально вчера я еду с детьми домой и разговариваю с детьми, и Джойс мне говорит, наша младшая дочь, она мне говорит, знаешь, мам, когда я раньше приходила на молитву, я могла помолиться только несколько минут. Иногда мы просто там игрались. Ну это правда, как бы мы же это знали. Говорит, потом на второй год, когда мы, говорит, начали делать вот эти длительные молитвы, она говорит, я уже стала, ну как бы, часть времени молиться, а сейчас я хочу туда идти, потому что я хочу молиться. И говорит, моя молитва каждый день другая, она начала мне рассказывать. Один день я с Богом говорю, как другом, а на другой молитве я разговариваю с ним, как, как бы, the father, то есть как с отцом. И вот она начала продолжать, мне так было интересно ее слушать, как бы попасть в ее мир. То есть я, ну как бы, вот то, как она видит. И она говорит, каждый раз я с ним разговариваю о чем-то другом. Говорит, и мне так нравится, когда, говорит, мне никто не мешает молиться. То есть, цельной молитвы не есть, что у нас была хорошая молитва. Но была ли твоя молитва направлена на то, чтобы ты встретился с Богом? То есть мы создаем ту атмосферу в церкви и в служении, чтобы человек пришел, и за этих полтора-два часа он соединился с Иисусом Христом. Да. Мой пойнт, я хочу как бы продолжить, что сама суть, что когда человек получил видение от Бога, иметь священническую семью, это приходит через отношения с Богом, тогда он уже видит церковь как инструмент к достижению своей цели. То есть его общение с Богом в семье, его приход в церковь, это как инструмент. То есть он приходит на молитву, воскресное служение, воскресную школу, конференцию. Это как инструмент, который он использует в помощь к созданию той атмосферы в семье, в которой он хочет. Поэтому, когда у человека есть цель, иметь священническую семью, он соответственно выбирает церковь. Не церковь как концерт, не место церкви, где это просто я пришел полтора часа, и я ушел. Или потому что все родственники мои там. А он выбирает церковь, которая помогает, чтобы его семья, она состоялась, чтобы его семья, она вошла в призвание, чтобы его дети, они могли реализовать себя в призвании Божьем. То есть вот это очень важно. Когда человек возлагает всю ответственность на церковь, вот это неправильно, тогда в таком случае кто будет за твоего ребенка молиться? То есть как бы кто будет способствовать? Но если родитель использует церковь как инструмент, я верю, что это и есть цель Бога. Что церковь, она место, которое помогает, содействует, но она не заменяет домашний алтарь, она не заменяет твое воспитание твоих детей. Оно дополняет, оно помогает к тому, что ты уже делаешь в своей семье и в своем доме. Да, это очень чудесно и абсолютно верно. Я абсолютно согласен, что церковь, и мы как пасторы, служители, мы просто инструмент, чтобы привести человека к Богу, ни к себе, ни в церковь. Мы не есть конечный результат. Мы не есть эта конечная станция. Мы не есть вот место, куда нужно. Куда ты идешь? В церковь? В воскресенье. Правильно? А потом, встретился ли ты с Богом? Да, церковь может быть несовершенной, в церкви может быть тьма недостатков, и я не защищаю это, но я хочу сказать, что если в церкви люди встречаются с живым Богом, это самая правильная церковь. Да. Даже если там миллион недостатков, может, миллион вещей, которые нужно действительно улучшить, и дай аминь. Но стоит вопрос, встречаются ли в этой церкви люди с Богом? Потому что, правильно, церковь это инструмент. Мне кажется, лучший всему этому пример прообраз церкви это наиминь. Прообраз церкви наиминь. Церковь может быть несовершенной. И вот это наиминь, и семья, они пошли в неправильном направлении, но они Бога не потеряли. Общение с Богом не потеряли. И мы знаем, что у наиминь умер муж, умерли двое детей, но почему-то ее невестки увидели в наимине живого Бога, что она все-таки уповает по-настоящему, не умом, жизнью, сердцем на живого Бога. И мы не знаем в самом моменте, как Руф увидела в наимине этого Бога. Но мы знаем одно, что Руф сказала, я пойду за этим Богом. Да. Она могла Руф соблазняться, она могла говорить, да наиминь, да посмотри ты на свою жизнь, посмотри, вот что у тебя есть. Но Руф увидела в наимине Бога, она сказала, ты куда идешь, я иду, твой Бог, моим Богом, твоя земля, моя земля. Что произошло в жизни Руфи? Она не пошла за плотской наиминью. Ведь там не было зачем идти, она не пошла за финансами, там не было богатства, она не пошла за какими-то обещаниями. То есть, наиминь пробовала оттолкнуть от себя Руф, сказать, не иди, а Руф сказала, нет, я пойду. И вот эта мысль, что если человек пережил Бога, ничего его не соблазнит. Ни церковь, ни какое-то несовершенство, ни какие-то недостатки пасторов, ни какие-то его промахи, его не соблазняет уже это. Почему? Он говорит, я иду за Богом, а ты для меня только инструмент помощи найти Бога, потому что нет на земле совершенного человека, никто из нас не застрахован в совершенстве, но если в нас есть живой Бог, то люди пойдут не за нами, за плотью, а за Богом, который живет внутри нас. Ну да, Библия говорит, что надеющийся на плоть, он не получит никакого вознаграждения, даже проклят. Разочарование получит. Да, я не люблю использовать это слово проклятие, Ну это библейское слово. Библия говорит, что проклят, надеющийся на человека, и плоть, делающий своей, ну как бы, опорой. И это может быть плоть свою, или человека какого-то делать своей опорой, а только единственная есть опора, это Иисус Христос. И поэтому это очень важно. Я думаю, давай продолжим такой момент, чтобы показать путь для тех людей, которые сегодня нас слушают, вот все-таки с чего начинается священническая семья, и чем она строится. Вот если ты позволишь, я хочу сказать, вот первый принцип, что я заметила, первое, что на чем строится священническая семья, это на желании. Вначале нужно этого захотеть, потому что если ты чего-то не желаешь, ты это никогда не приобретешь. И должно быть желание очень сильное. Вот сильное желание и решение внутри тебя, что ты хочешь, чтобы твой род служил Господу. потому что я заметил, что только лидирующее самое великое желание, оно исполняется, а все второстепенные желания, они не исполняются. То есть то, чего мы хотим больше всего, мы всегда найдем путь. И для меня вот открылось, почему Бог избирал именно Авраама. Помнишь, в 18 главе написано, сам Бог это сказал. Это не Авраама себе говорил, не просто Моисей, который писал пяти книжек, вот этих книг, историю, которые мы читаем Аврааме, это говорил сам Бог. И Моисей через откровение это получил. И он говорит, Авраам точно заповедует роду после себя служить Господу. Вот почему Бог избирал Авраама. Вот почему он сделал его отцом множества народов. Он знал, что когда он даст ему наследство, он точно заповедует своему наследству бояться Бога и ходить Божьими путями. И это произошло. То есть, кажется, уже Аврааму было сто лет, когда они с Сарой родили Исаака. У него не было так много времени, он уже был как бы, ну это в нашем исчислении кажется, что это был большой возраст, но все равно. То есть, сколько он имел возможности влиять на Исаака. Но этого было достаточно, ему даже не помогала церковь, он это сумел сделать сам в своем доме. Так повлиять, что следующие роды после него все боялись Господа. То есть, вот это желание должно быть внутри нас. И если оно есть, тогда и Бог тебе будет содействовать. поэтому, если у человека еще нет страстного желания внутри себя, чтобы наши дети, они боялись Бога, и когда у тебя, это не значит, что у тебя всегда это будет получаться, ты всегда будешь знать, как это сделать, но если у тебя есть желание, ты научишься, ты будешь читать книги, ты будешь читать, копать Библию, ты будешь изучать, смотреть, как Авраам, как Исаак, как Иаков, как они поднимали священнический рот, и ты найдешь для себя ответ, и ты начнешь этому подражать, тем людям, которые умерли в вере, но все начинается с желания, если нет желания, которое захватило твое сердце, твой дух, и нет понимания, почему это важно, то тогда все остальное, как бы, ты можешь давать самые лучшие ценности, советы человеку, и он все равно это не ценит, он не видит в этом благословения. Вот, к примеру, для меня очень большой пример служения Джон Хегги, то есть мы знаем, что он уже седьмой род, не только священнического рода, а пастырства, и я смотрела всегда на него и думала, какой же он мудрый, ну то есть мало того, что он как бы, да, уже в зрелом возрасте, но все равно, как он созидает служение, огромная церковь, влияние, и потом для меня вот это открылось, когда я узнала, что оказывается, что уже его, его прапрадед, они служили Богу, потом его, он всегда рос в его доме, всегда были служители, всегда были помазанники Божьи, всегда была молитва, всегда были люди Божьи в его доме, он не мог вырасти другим, и теперь его сын служит после него, потому что это уже даже трудно, трудно отступить в что-то другое, почему? Потому что эта атмосфера дома, которая настолько пропитана, вся родня, которая служит Богу, что у человека не то, что даже нету выбора, он не может мыслить по-другому, он с детства, это ему было привито, и поэтому это очень-очень важно, я знаю, что вот в нашем служении были люди, которые говорили, пастор, а у меня этого нет, вот я первый, который в своем поколении, им очень трудно, им очень трудно, потому что у них много неверующих, близких, родных, когда они приходят на их детей, на их род влияют эти люди, но я им говорила, вы первые, первопроходцы, вы должны верить Богу, и Бог даст вам силу и благодать, но зато вы проложите путь, кто-то был первым, и вы будете первым, но вы станете в направлении, и даже если вы при жизни, вы не увидите полноту того обетования, которым вы мечтаете, но вы будете человеком веры, вы умрете в вере, достигая того, что Бог обещал вам, и это намного лучше, нежели сказать, о, я не могу, у меня этого нет, это тяжело, я одна, вот к примеру, Найминь, она осталась одна, она могла сказать, какой священнический род, но она взяла невестку, начала ее воспитывать, и она ей все равно родила, родила ей внука, и мы знаем, что ее невестка, она вошла в родословную линию Иисуса Христа, но ведь у нее не было полной семьи, ее муж умер, ее дети умерли, но потому что у нее было желание, она вернулась в Божью волю, после всех своих бед, и все равно восстановила, чтобы ее род, он служил Господу, чтобы ее род был на Божьей земле, и это очень-очень важно, все начинается с желания. Аминь, а вот я хотел сказать, хотя я и ты, мы не первый род, как верующие, потому что наши родители были верующие, наши прародители были верующие, но вот мы первые, как муж и жена, которые приняли решение служить, у нас не было примера, никто нам не говорил, вот священническая семья выглядит так и так, у нас не было примера среди окружения, то есть не было вот так, чтобы муж и жена были оба вместе в служении, но мы согласились, мы просто сказали, да, мы действительно не знали, как это будет, мы не понимали, многие отвергали, спорили, то есть, ну, унижали нас, но мы приняли это решение, что я и дом, и мы будем служить Богу, и мы будем служить вместе. А теперь наши дети мечтают об этом? Да. Они говорят, я хочу, чтобы мой муж был из нашей церкви, я хочу, чтобы мой муж, он служил точно так же, как ты с папой, почему? Потому что они увидели образ, и кто-то должен это начать. Да, просто нужно противостоять этому, не ждать, сказать, а кто в моем окружении это делает? Мы в окружении все, как я, правда, но кто-то же должен стать первым, кто-то должен сказать, все, с этого дня, вся наша семья принадлежит Богу, и мы начинаем служить. Ну, скажут, а если муж меня не поддержит, или жена не поддержит, ну, начни с себя. Да. Ведь я начинал, сам себя, себя посвятил Богу. Точно так ты посвятила Богу. А потом что? Бог вот эти все моменты начал соединять шаг за шагом. Я помню, у нас же было двое детей, кажется, или даже больше детей, когда мы получили откровение о священнической семье, что мы должны смотреть на собственных детей, как на божьих служителей, как на будущих пасторов. Как это было сложно! Легче было в кого-то, чужого поверить, но не видеть своего ребенка. Ведь мы что видим часто в ребенке? Что они учатся не так, то они непослушные, то они нас не почитают. И это правда. И вот среди всего этого смотреть на сына, все равно вижу его пастором, вижу его служителем, или вижу его другим каким-то служителем. Иногда наш разум блокирует. Мы свои чувства пускаем вперед, и чувства начинают работать против нас. Ах, ты такой негодяй, ты непослушный, то ты неверный, то ты то натворил, то натворил, то натворил. А чужие, что они творят? А чужие, что они делают плохо, они тоже делают? Так почему мы в чужих верим? А в своих не верим. Ну, просто чужих мы меньше знаем. Да. А вера, это осуществлять то, во что ты веришь. Но чужие же точно так же творят плохие вещи. Так получается, что только вера в Бога поможет нам верить в собственную семью. А без веры в Бога мы не сможем верить в собственную семью. Да. И когда ты понимаешь, что это Божья воля о тебе, это не только вот я хочу так, Бог, ты исполни мое желание. Вот что мне помогло и стало основанием моей веры, что я поняла, что это Божья воля. То есть я себя подчинила Божьей воле. То есть это не я этого хочу больше, чем Бог, и мне надо Бога умолять, Господь, дай мне священнический род. Как будто бы я этого хочу больше, чем Он хочет. А когда я поняла, что это Он, это еще когда я жила мирскими похотями, я не понимала этого, Он уже об этом мечтал. Он об этом мечтал для Авраама, Он мечтал об этом для Исаака, Он мечтал об этом для Якова и для следующих родов, Он мечтал об этом для Давида, Соломона, для всех, для всех людей, которые стали для нас примером. А теперь моя очередь. И я поняла, что каждый раз, когда я говорю, Господь, я хочу, чтобы мои дети служили Тебе, то прежде всего я знаю, эта молитва по воле Божьей. И Бог этого хочет больше, чем я. Значит, Он будет всегда мне содействовать. Все, что мне нужно, это захотеть и начать учиться от Него, учиться от людей, которые были впереди меня, учиться от Его Слова, потому что это Он хочет. А я и ты, мы присоединяемся к Его желанию. Это большая-большая разница. И это и есть вера. Вера, она всегда основана на Слове Божьем. То есть ты не можешь что-то просить того, на что у тебя нет обетования. И священническая семья это обетование Божие для каждого верующего. Бог хочет, чтобы твой род, он служил Богу, чтобы в твоем доме не было разводов, чтобы в твоем доме не было убийц, чтобы в твоем доме не было наркоманов, чтобы твои дети боялись Бога. И когда мы приходим, и мы видим, что дьявол что-то украл у нас, то есть, что Библия говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, когда он ворует детей, соблазняет их разум, и мы начинаем приходить Богу и молиться, то мы не должны приходить как те, которые, как американцы говорят, beggars, то есть, как те люди, которые приходят и клянчут, Господи, помилуй мою семью. Ты приходишь с верой, Господь, ты хочешь, чтобы мой дом служил тебе. И тогда ты приходишь с верой, тогда ты не приходишь просто только со слезами, но это слезы, может быть, твоей боли, но в сердце ты знаешь, что Бог хочет того, о чем ты просишь. Это большая-большая разница, что много матерей, они молятся о своих детях, но у них позиция, как будто бы они должны Бога умолить, запросить Бога. А на самом деле, это Бог этого хочет даже больше, чем мы. Потому что настоящая вера это наше решение. Если мы знаем, что Бог это решил, и Его решение, оно выразилось действием, что Он решил, отдал своего Сына Иисуса Христа, кровь была пролита, цена уплачена, Божья любовь с нами, Божья сила с нами, Святой Дух с нами. Решение у Бога уже есть, чтобы мы знали Его, любили Его, чтобы наши дети знали Его, любили Его. Состоит вопрос, а есть ли решение у нас? Потому что, если решения нет, а мы просим, то мы не получаем. Потому что, к примеру, допустим, если я решил что-то купить, решил что-то купить, прихожу и говорю, можно это купить? Продавец говорит, да. А я говорю, я подумаю, подожди, так если внутри у тебя нету решения, то даже если это можно приобрести, купить, ты не приобретаешь, потому что внутри у тебя нету решения. Ты не определился. Но если ты решил это купить, ты приходишь и говоришь в магазин, сколько это стоит, ну, чашка, мне говорят, 20 долларов, а я решил ее купить, я говорю, я готов ее купить за 10 долларов. И может, мне дают скидку, почему? Они видят мою решительность. Да. Точно так, когда Бог видит нашу решительность, что мы решили, что наш дом будет служить Богу, Бог поможет нам. Он даст нам милость, Он даст нам скидку, Он даст нам сейл, Он даст нам людей, Он даст нам книги, Он даст нам помощь, чтобы мы что? Получили просимое. Да. Книга Иисуса Навина, 24, 15. Здесь именно об этом и говорится о решении, которое принял Иисус Навин, и Он побуждал народ принять решение. Вот как раз то, о чем ты говоришь. И 15 стихом здесь так написано. Если же угодно вам служить Господу, то изберите себя ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Аморею, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. То есть как бы это было решение Иисуса Навина, и Он не боялся об этом заявить, и Он побуждал народ Божий, примите решение. Кому же вы все-таки будете служить? То есть вы хотите просто быть верующим, и хотите священническую семью, или будете служить этим богам Амореев? То есть выберите, изберите, сделайте свой выбор, сделайте свое избрание. И я верю, что для каждой, даже христианина, иногда человек может ходить в церковь и никогда не выбрать, что его род будет священническим. Я вижу это постоянно. Постоянно, когда родители приходят и говорят, что вы так моих детей заняли в церкви? Каждый день мне их возить. Вот часто слышишь это от родителей и думаешь, Господи, а куда тебе лучше их возить? Ну сделай же выбор тогда, где ты хочешь, чтобы твои дети были? Чтобы они служили Богу, чтобы они были радикальны для Господа. Я не говорю, чтобы они просто, если они в церкви каждый день, они будут служить Богу. Ну то есть ты для этого содействуешь. Или же ты хочешь просто удобной жизни. Вот я сегодня дома, покушали на диванчике, фильм посмотрели, но мы ходим в церковь. То есть это, вот как вчера мне дочка говорит, мам, у меня в школе столько, ну в классе детей, которые постоянно ругаются плохими словами. И одна, говорит, девочка меня спросила, Джойс, а ты почему никогда не говоришь плохие слова? Она говорит, я посмотрела на нее и сказала, потому что я верующая, я хожу в церковь. Я верующая, я хожу в церковь. А, говорит, а та девочка говорит, ой, я тоже в воскресенье была в церкви. Ну я иногда говорю плохие слова. Говорит, я говорю, Джойс, а что ты ей сказала? Потому что я как бы уже знаю свою дочку, что она точно, наверное, не промолчала. Она говорит, а я ей сказала, говорит, если бы ты была верующей, то ты бы не говорила плохих слов. Говорит, ей так стало стыдно. То есть этими словами она как бы дала ей понять, что не вопрос, что ты ходишь в церковь или не ходишь. Если ты верующая, ты этого не будешь делать. Поэтому как бы действительно избрание, это очень-очень важно. Решение, выбор. Потом человек избирает. И когда он уже избирает, чем он это подкрепляет? Своей молитвой. Потому что молитва, она дает, она как газ для твоей машины, чтобы это видение осуществилось. Чтобы то решение, которое ты принял, оно было твердым, ты должен молиться. То есть если ты там иногда вспомнил, а, да, точно, мы священнический род, и помолился, то этого не произойдет. То есть ты, может, решение и принял давно, но если ты не будешь молиться о своем доме, почему важна молитва? Потому что мы живем время, когда есть большая, и это во все времена было, но сейчас особенно большая позиция в духовном мире. Большая позиция в духовном мире против наших детей, против того, чтобы мы служили Богу. То есть посмотрев даже те законы, которые сейчас принимаются, сейчас даже становится большим вызовом, чтобы говорить истину, называть черное черным, грех грехом. То есть многие люди этого избегают уже. А впереди мы еще не знаем, какое ждет время. И поэтому человек, если он не будет молиться, внутри его не будет силы защитить свой дом. Он может мечтать и говорить, да, это мой дом будет служить Богу, но это цена. Это цена иногда со слезами. Это не значит, что когда ты плачешь, значит, ты не веришь. Но это когда ты молишься молитве, защищая свой дом, ходатайствуя за свой дом, ходатайствуя, предовращая те планы, которые дьявол хочет внедрить в твоем доме и в семье. Поэтому я действительно очень благодарна Богу, что вот сейчас у нас тоже в церкви идет 10 дней молитва. Каждый вечер мы собираемся с нашими детьми, семьями. И человек может в любое время приехать в церковь. Да чего мы это делаем? Можно сказать, это же огромные расходы для церкви, чтобы целый день играла музыка, целый день дом Божий был открыт. 10 дней. Почему? Потому что мы мечтаем, мы хотим и мы молимся о том, чтобы в нашей церкви были священнические семьи. И мы содействуем, мы говорим, мы увещеваем, мы наставляем, мы убеждаем, обличаем, чтобы люди мечтали об этом, чтобы показать им value. То есть ценность, что священническая семья это очень-очень важно. Поэтому молитва также очень-очень важна. Аминь. Возлюбленная, вот сейчас мы сидим в студии, но я абсолютно уверен, что много людей, они хотели бы встретиться вживую, или задать вопросы, или сказать помолиться. Но в студии мы это не делаем, хотя мы всегда молимся, благословляем. И я знаю, что будет скоро прекрасная возможность. Ты будешь в Орегоне проводить женскую конференцию. Там будет чудесное время. Я хотел бы, чтобы ты вот буквально пару минут так же поделилась об этом. Потому что я знаю, что многие женщины смотрят, и они хотят этой молитвенной поддержки, слова, живого общения, лицом к лицу. Потому что здесь мы на расстоянии, через экраны, а вот когда лицом к лицу, как Писание говорит, мы намного лучше это чувствуем. Да, я благодарна Богу за огромную привилегию, которую Он дал служить Ему, служить народу. Я очень сильно люблю женщин, и в моем сердце есть огромное желание просто делиться. Я не могу назвать себя учителем Слова Божьего. Я больше человек, который делюсь своим свидетельством и тем познанием, которое Бог дал мне в Слове Божьем, и то, что я применяю в своей личной жизни. Я практик. То есть я действительно знаю на практике, что нужно делать для того, чтобы твоя семья, то служение, которое Бог тебе дал, оно могло расти и развиваться. И мы имеем много служений, где люди могут, если это люди из нашего города, Сакраменто, то мы имеем, помимо воскресных служений, у нас есть домашние группы. У нас, я делаю два служения для женщин. Одно, как бы, больше такое направлено на поднятие как служителей. Два служения в месяц. Два служения в месяц. Первый вторник каждого месяца на семь часов в нашем здании церкви у нас всегда есть служение, где я говорю слово, то есть как именно реализовать себя как служителя, именно женщине. И каждый третий четверг месяца, каждый третий четверг месяца у нас также женское служение, то есть направлено на то, на созидание наших семей, на развитие девушек, женщин в церкви. То есть именно как им созидать свою семью, то есть вот как бы такое направление. И также мы проводим женские конференции, которые у нас уже как бы прошла в этом году. Очень-очень успешно. У нас было более трехсот женщин, также много девочек, подростков. И действительно, это было особое божье присутствие, очень много свидетельств. И также я буду в Портленде, я там уже, наверное, пятый или шестой год также провожу женскую конференцию. И это будет с 21 по 23 число мая этого месяца. Это будет женская конференция в церкви «Мировая жатва», где пастырь Тамила и Юра Бегун. Поэтому также я там буду оставаться на воскресное служение, на день Пятидесятницы. Это тоже уже как традиция, там несколько лет. И я очень счастлива, что я буду на этой конференции. Я тоже верю, что просто я вижу, вижу по всем вот встречам, что Бог дает какую-то особую благодать в последнее время. Вот как-то как будто бы он спешит поднять матерей, поднять девушек, которые бы реально были посвящены Богу, радикально. Я просто вижу особое содействие Божье во всех этих служениях, что прям Бог очень сильно стал особо содействовать, что это не моя цель, это его цель, которую он преследует, чтобы поднять сильный род, сильное поколение. И я верю, что среди даже многих проблем, среди многих трудностей, среди большой оппозиции сейчас в духовном мире, я верю, что все равно наше поколение, оно увидит славу Божью. И наши дети, они будут видеть в наших жизнях реального, живого, великого Бога, как они видели в жизни Авраама, как они видели в жизни Исаака и Иакова. Я верю, что действительно это привилегия. Мы также крутим вот рекламный ролик, может, каждый вечер люди смотрят, видят конференции в Орегоне 21 по 23 мая. И я верю, что это будет огромным благословением, потому что цель даже, как мы говорили, не церковь и не конференция, а мы создаем атмосферу. Атмосферу, где люди могут встретиться с Богом. Может, для кого-то как раз это будет и началом священнической семьи, может, для кого-то это будет толчком, основанием, что их род изменится, их дети изменятся, их дочери изменятся. Ведь нужно брать дочерей и обязательно там быть, потому что, когда мы молимся вместе, когда мы предстоим пред Божьим лицом вместе, это все изменяет. Вот, поэтому, кто смотрит, скажем, наши также ролики, ролики от имени Церковь Мировая Жатва, мы также это, ну, даем как информацию, но решение быть там или не быть, это уже выбор каждого человека. Если я хочу доброго, то я делаю решение в пользу доброго. Не просто сижу дома, а говорю, все, я еду туда. Я хочу быть в той атмосфере, в том присутствии, чтобы видеть тот пример, чтобы моя жизнь изменилась. Мы с нашей стороны сеем это слово. Иисус дал нам слово. Но когда мы приняли это слово, храним это слово и практикуем, то Бог использует это слово в наше благо. Вот что я заметила, вот буквально одну мысль, одно из того, что Бог делает очень сильно, помимо того, что как бы прикасается, соответственно, нужды. Но чем большинство женщин и матерей страдают, это то, что у нас раненое сердце. Потому что несбывшиеся ожидания, иногда непочтение детей, что мы не видим то, о чем мы мечтаем. Потому что вот как бы в женщину Бог вложил большую мечту. Она очень творческая, способна мечтать. И очень часто, когда эти мечты не сбываются, и что-то не идет по твоему плану, ты сильно разочарована. И я заметила, что вот в последнее время я очень много заметила особую вот такую благодать, где Бог восстанавливает женщин. Почему важно быть в такой атмосфере? Когда Он исцеляет ее изнутри, она опять может мечтать. Значит, она опять может молиться, она опять может верить. Даже если что-то не сбылось, она не имеет горечи внутри. А исцелиться от горечи, это надо Божье присутствие. Это нужно попасть в атмосферу Божью. Поэтому я приглашаю, если вы будете в том регионе или живете в этом штате, и вам не так далеко ехать на служение. Портланд, Орегон. Портланд, Орегон. Пожалуйста, придите на эти служения. Это действительно благословит вас. Потому что это то, что Бог сейчас делает. Он предлагает вам лекарства для вашей души. И от вас зависит. Сможете ли вы это принять? То есть найдете ли вы время выделить, что приехать и разрешить Богу послужить вашему сердцу. И когда у вас исцеленное сердце, тогда вы можете молиться о вашем доме. Вы можете молиться о вашем муже. Вы можете молиться о ваших детях. И мечтать, что ваш род, ваша семья, она будет священнической. Возлюбленное, спасибо тебе, что ты моя жена, что мы вместе строим семью, что мы вместе служим, что Бог дает нам эту привилегию быть как все, но вместе с этим быть призванным. И не только призванным, сказать «да» на наш призыв. Аминь. Что мы можем вместе приходить на телевидение, вместе служить в церкви, вместе молиться. И я верю, что вот это есть дар Божий. Спасибо, что ты делишься своим сердцем. Ты говоришь абсолютную правду. Что хорошо, что плохо, как ты говоришь. Я практик. И это приносит людям огромное благословение. И, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Мы должны сказать слова нашей радости, благословения. Буквально 30-20 секунд, пожалуйста. Драгоценно я хочу сказать, что помните, что Бог находится там, где вы есть. И сегодня во имя Иисуса Христа я говорю слова веры и жизни на вашу ситуацию, на вашу семью. Пусть всякое разочарование, всякая боль, всякая безысходность, она уйдет из вашего сердца. И пусть в ваше сердце, исцеленное сердце через благодать Божью, придет мечта, чтобы иметь священническую семью, которая имеет задачу поднять следующий род, то есть ваших детей, ваших внуков, которые будут преданно служить Господу. Я благословляю вас во имя Иисуса и благодарю, что вы были с нами на этом эфире. Спасибо, возлюбленная. Когда будете в Сакраменто, посещайте нас, церковь Мелхиседек, или заходите на веб-сайт melkisdekchurch.org.com. Спасибо, что вы любите нас, мы любим вас, благословляем. Будьте благословенны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА